Пару недель назад мы с тобой говорили. Говорили страстно, много, долго. В основном говорил ты, я просто слушал. Но у нас до этого состоялось, мы были в одной и той же программе, и там состоялся такой экзистенциальный спор о том, какие времена тяжелее, когда в советские времена происходило винтилово на улицах, в которых хрустели и твои кости, или сегодня. Но вот в какой-то момент ты завел речь о том, что тебя поразило это обращение генерала Золотова, которое вдруг жахнуло на всю страну, человек, который публично никогда, в общем, нигде не обозначался, и этот вызов на дуэль Алексея Навального, который в это время, как и по сей день, продолжает сидеть в тюрьме. Рассказывай, что тебе в этом так же бесит? Да, да, да. На самом деле я вот... Блин. Ну я тогда вот у тебя даже прошу прощения, прям я в ярости какой-то был. Слава тебе, Господи, что прошло время, я успокоился. Но это вызывает теперь какое-то недоумение, удивление, заявление генерала, главы, да, огромной военной организации. И вот этот вот тон, в котором обращение было озвучено, оно, на мой взгляд, вообще, это обращение, ну я его вообще к себе лично как-то ощутил. И меня поразил просто, ну какой-то вот то, какой-то тон, какие-то вот слова, которые уже давно, они были, какие-то девяностые, какие-то бандитские разборки, какие-то... И у меня не укладывалось в голове генерал, и вот эти, что, значит, я вызову, размажу, значит, на глазах у пацанов, это вызвало какое-то ужасающее чувство. Ну, во-первых, это недостойно совершенно, офицер, на мой взгляд. Ну, во-вторых, это просто говорит о том, что происходит вообще в нашей стране, какой-то колоссальный совершенно кризис. Ну, просто колоссальный кризис, и этот кризис связан, конечно же, с высшими эшелонами власти. Вот и все. Как бы я не относился к ситуации, которая сложилась вокруг организации по борьбе с коррупцией, с фондом, да, по борьбе с коррупцией, как бы я ни относился, какие бы у меня там вопросы не возникали в этом смысле, но мне кажется, что это ужасно, это за какими-то пределами. То, что я увидел, по крайней мере, я увидел. Я тебе позвонил, я же приехал совершенно расслабленный, из благополучной, там, Германии, да, из Мюнхена, где улыбаются, и вокруг это пиво, там, туристы со всего мира, и русских туристов очень много. Чудная погода. Приезжаешь, тоже я вижу первое в интернете. Но я был совершенно сметен. Теперь мне уже сказать нечего, если вы меня попросите. У меня вот не хватает слов. Вот когда я звонил тебе по телефону, у меня слов было много. Очень много. Я тебе изложил. Я, к сожалению, не умею воспроизводить во второй раз то, что я сказал однажды. Вот что бы я сейчас ни сказал, это будет какая-то очевидная глупость. Но то, что это какой-то, ну, просто какой-то, ну, это какое-то хамство ужасающее. Это просто какая-то недостойная вещь. Ну, такого быть не должно быть. Да, вот вы сейчас просто говорите об этом как о нечто новеньком таком. Для вас, по крайней мере. Я не говорю о нечто новеньком. Ну, в смысле имеется в виду, что это какой-то... Простите, я вас... Вы сейчас договорите, я... Секунду. Ну, мы же каждый день так или иначе сталкиваемся с хамством. Ну, или через день, да. В том или ином виде. Но это касается нашей бытовой жизни. Вот обыкновенной человеческой жизни, да. Какая-то нянечка, все что угодно может сказать. Еще кто-то. Какие-то пьяные там чуваки там на улице. И так далее, и так далее. Я говорю как раз о тех людях, которые представляют власть, защищают власть. Я тоже о них... Да, простите, пожалуйста. Все, я замолчал. Вопрос закончил. Да, вопрос я и хочу закончить, что... То есть, когда... Семь лет назад пресс-секретарь президента говорил, что он размажет печень по асфальту протестующих, или когда... Да, сам Владимир Путин был мочить. Или когда глава следственного комитета говорил, я тебя там вывезу в лес и закопаю, и тебя там никто не будет искать. Я не слышал. Вы просто не слышали. То есть, вы этого не замечали? Я этого не слышал. Это было очень публично, очень громко. Наверное. Я вам верю. Если вы говорите это ответственно, я вам в этом верю. Когда-то Пескова после событий на Болотной, когда это было противостояние, то, что он вдруг выдал в публичное пространство, что печень этих людей надо размазать по асфальту, то вот сегодняшний Золотов, он как раз цитирует Пескова. Я же тому говорю, что это ничего нового. Я же не говорю, что это новое или не новое. Если это происходит 7 лет, и вы наблюдаете за этим 7 лет, а если я с этим столкнулся, да, и меня это ужаснуло точно так же, как и вас, это говорит об опасной совершенно тенденции, которая существует на самом верху. Понимаете? Вот и все. В этом случае между вами, кто это услышал впервые 7 лет назад, и между мной, как человеком, который это услышал через 7 лет, назад, вообще-то знак равенства. И к вопросу о мочи цартини, это совсем другая история. Это было связано с Чеченской войной, это было связано с терроризмом, это было связано с неприятием, неприятием не только Путина. Путин озвучивает ситуацию. Но это вопрос риторики, того, как люди разговаривают. Это вопрос риторики. Риторика заключалась тогда, много лет назад, в следующем. Возможно ли договариваться с террористами, или невозможно договариваться с террористами, это контекст слов. Вы просто не объяснили ничего о том, что вас так зацепило в обращении Золотова к Навальному. Кроме того, что вы сказали, что были неприятные слова, которые такой человек уровня офицера произносить, но не должен. Это меня и зацепило. Это меня и зацепило. Прежде всего. Это унизило мое человеческое достоинство. Мое личное. Это обращение было ко мне лично, как к человеку. Это обращение было некорректным. Это обращение было как в 90-е годы. Как будто это какая-то бодичка. А то, что у него сок дороже, чем в пятерочке, вас не зацепило? Меня это никак не зацепило, потому что я не тот человек, который знает, как происходит это все. А Золотова зацепило, и он поэтому позвал Навального на дурение. Вы так предполагаете. Я имею право предполагать как-то по-другому. Вот и все. На то и, так сказать, свобода. Я не знаю, честное слово, я не знаю, как делаются закупки, каким образом делаются закупки и так далее. Является ли доказательством пятерочка? Конечно, безусловно, она является доказательством. Вот прям прямым доказательством. Это правда. Но на каждую правду есть своя правда. Я это не обсуждаю. Я обсуждаю то, как человек говорит, и то, как он относится к своему оппоненту. Суть самая главная. Суть самая главная. Мы не подсудные. Мы с тобой сделаем все, что угодно. На любые твои слова мы будем поступать не с точки зрения закона, а с точки зрения понятий. Вот и все. Вы понимаете, в чем дело? А дальше идут частности. Я не готов разбирать частности. Я говорю о главных, ну, о вещах основополагающих. Для меня лично я не говорю о вас. Ну, вы меня спросили. Я вот вам пытаюсь нелепо, может быть, как-то это ответить. Послушайте, мы немножечко, чуть-чуть ушли, мне кажется. Простите, пожалуйста. Смотрите, вы говорите про опасную тенденцию в высших шелонных властях. Да, совершенно. Вы можете ее сформулировать? И как бы, какова она, и чем она опасна, на ваш взгляд? То есть, если вы говорите, что это не просто частный случай, а он говорит о чем-то большем, о чем он говорит? Ну, вы смотрите, ну, если люди, облеченные властью, позволяют себе 7 лет назад так говорить о людях, которые граждане их страны, во-первых. Во-вторых, конечно же, спикера Путина мы с вами не выбирали, да, но он, тем не менее, является человеком, который ретранслирует мнение главы государства, огромного государства, одной части шестой земли. Это катастрофа, что он таким языком общается с этим народом. Нас почти 150 миллионов людей. И это обращение к людям своей страны, да. Мы выбирали президента, мы каждый... Ну, вы можете сказать, я его не выбирал, я его не выбирал. Каждый из нас не может так сказать. И кто-то за кого-то голосовал, и мы имеем это полное право. Но мы имеем власть, которую мы, ну, как бы имеем. Так ведь, да? Вот на эти там 4 года, на следующие 44 понятия не имеем. Ну, предположим, да, на 6, да, простите. Вот. И это тон, который обращен к нам лично. За что, за кого нас в таком случае держат? Как к нам обращаются? Это ретранслируется, еще раз повторяю. Это к нам, это не к нему. Это вот к нам. А почему вы это приняли? Там же вы, когда говорят вы, это некий такой собирательный образ. Вы. Я не готов спрашивать, кого поименно имеет в виду человек, я имею право понимать, что вы – это я. Ну, понимаете, да? Вот и все. И если Навальный занимается своим делом, безусловно, у него организации, огромное количество людей, которые его поддерживают. И я понимаю, что у этих людей есть своя мотивация для того, чтобы поддерживать Навального. Ну, наверное, такое обращение к Навальному не может просто быть. Если Навальный это показывает власти, значит, власть, наверное, каким-то образом должна этим интересоваться. И точно так же, как Навальный показывает свою точку зрения. Послушайте, секунду. А не говорить, что она сделает с нами, понимаете? Вот это ужас. Смотрите, Золотов совершенно очевидным образом обращался к Навальному и его сторонникам, к которым вы явно не относитесь. Почему вы это приняли на свой счет? Да потому что это ужас просто. Это какая разница, отношусь ли я к сторонникам Навального или я к ним не отношусь. Это оскорбляет человеческое досказание. Полную версию программы смотрите на сайте tvrain.ru и в приложениях для айфон и андроид. Субтитры создавал DimaTorzok